Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, миласта Аллаха и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди – правила создания семьи и способы ее сохранения. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге. Среди его знамени то, что он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение и установили между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом и знамени для людей размышляющих. Я свидетельствую, что не божество, кроме одного лишь Аллаха, у которого не сотоварища. И свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник. Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейство, сокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренних плод досудного дня. А затем, семейная сущность в жизни человека – одна из величайших благодать Всевышнего Аллаха. В Священном Коране говорится, Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость Аллаха? Семья – это ядро общества и первый бастион его защиты. Поэтому ислам позаботился о том, чтобы и создавать прочную и крепкую семью, стилю вселять любовь и милосердие в души всех ее членов и распространять безопасность и стабильность во всем обществе. Соответственно, исламский шариат призывает тщательно выбирать спутника жизни, чтобы супружеская жизнь стабилизировалась. Исламский шариат также предупреждает о том, что супруги должны быть способными брать на себя ответственность за семью, включая финансовую, социальную и психологическую способность. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, О юноши, кто из вас способен содержать семью, пусть и женится, ибо поистине это помогает потуплять взор и оберегать половые органы от запретного. А кто не может, а кто не имеет такой возможности, тому следует поститься, ибо поистине это будет для него подобно оскоплению. Исламский шариат продолжает подтверждать важность создавать крепкую семью, сильно отмечая необходимость правильно воспитывать детей и дать им чувствовать ответственность перед своей религией, обществом и родиной, привитая детям религиозные и общественные ценности, обычаи и традиции, ибо за детьми полностью отвечают родители. Всевышний Аллах говорит, Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, тоже поведал, Поистине Всевышний Аллах спросит каждого попечителя за тех, кого он опекал, сохранил у них или погубил, а также спросит мужчину за членов его семьи. Кроме того, праведное потомство это услада отчей для отцов и матери в мирской и последней жизни. Всемогущий Аллах сказал, Они говорят, Господь наш, даруй нам от раду глаз в наших супругах и потомках, и сделай нас образцом для богобоязненных. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует тот же изрек, Когда человек умирает, все его дела прекращаются, за исключением трех непрерывной милостыней, знания, которым могут ползоваться другие люди, или праведных детей, которые станут обращаться к Аллаху с мольбами за него. Наш благородный пророк, да благословите его Аллах, и приветствует, и ясно дал нам понять, что лучший из людей, будь то мужчины или женщины, это лучший из них для своих семей. Пророк Мухаммад, мир ему благословите Аллах, говорит, Лучший из вас тот, кто лучший для своей семьи, и я лучший из вас отношением к своей семье. Поистине, пророк Мухаммад, мир ему благословите Аллаха, лучший из людей отношением к своей семье, «Лучший муж, лучший отец и лучший дедушка». При этом вообще нет добра в том, у кого нет добра для своей семьи. Вот что я хотел вам сообщить, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение последним изо всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до Судного дня. Дорогие едино-версии, ислам очень стремится поддержать единство, взаимосвязанность и гармоничность семьи на основе любви, уважения и взаимного почтения. Всякий, кто размышляет над Священным Кораном, обнаружит, что он назвал женщину «зауча-мужчины». В арабском языке «зауч» — это слово мужского рода в значении «супруг». При этом в Священном Коране никогда не использовал слово женского рода «зауча» — «супруга». Словно Священный Коран использовал такую языковую и вербальную эквивалентность, как знак и указание на моральную эквивалентность мужчины и женщины. В этой связи Всевышний Аллах говорит «хунна либасун лакум, а антум либасун лахун. Ваши жюни одеяне для вас, а вы одеяне для них. Валахунна мислю ладзи алейхинна билмаруф». Согласно установленному порядку, жюни имеют такие же права, как и обязанности. Мужчинам полагается доля из того, что они приобрели, и женщинам полагается доля из того, что они приобрели. А также во время прощанного паломничества Пророк, да благословите его Аллах, приветствует, воздал хвалу Всевышнему Аллаху и возблагодарил его, а потом стал наставлять и увещевать людей, сказав «поистине, есть у вас права на ваших жен, и у ваших жен есть права на вас». Следовательно, взаимоотношения между супругами основаны на успокоении, любви, милосердии, взаимных правах и обязанностях, далеко от любых форм доминирования и высокомерия. Семейная жизнь не может быть стабильно устроена в атмосфере самомнения, надменности и угнетения. Скорее, она спокойно строится в атмосфере признательности, взаимного уважения и стремления всех сторон к созданию радости, преодолению трудностей и противостоянию вызовам. Наш господин Абударда, да будет доволен им Аллах, говорил своей жене, «Если ты видишь меня разгневанным, доставь мне удовольствие, и если я увижу тебя разгневанной, я доставлю тебе удовольствие, иначе мы вместе не будем мирно жить». Как прекрасно для семей жить в мире счастья и стабильности, чтобы добыть соблаженства в мирской и последней жизни. Господь наш, даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках, и сделай нас образцом для богопоязненных. Субтитры создавал DimaTorzok